Утром первого, мы на месте. Ты на нас заработал, вручили рейды тускового полоса. Мы запринят, уезжаем. Сотрудники ювенальной полиции продолжают рейды по несовершеннолетним, в позднее время прибывающим на улицах Шимкента. Так, сотрудники Абайского РУВД в ходе рейдовых мероприятий задержали двух несовершеннолетних подростков. 12 июня 2015 года при проведении рейдовых мероприятий сотрудниками ювенальной полиции Абайского отдела полиции при проведении рейдовых мероприятий по улице Аскарова в одном из кафе, при проверке в одном из кафе находились двое несовершеннолетних. В отношении родителей будут заполнены административный протокол по статье 442 части 1 административного кодекса Республики Казахстан. К административной ответственности будет привлечена и администрация заведения, так как именно руководители кафе должны были проследить, чтобы после 22.00 в удеселительном заведении не было несовершеннолетних. В отношении администратора или хозяина данного заведения по статье 132 части 1 административного кодекса будет заполнена административная протокол, где санкция предусматривает штраф 30 МРП. Данный материал будет направлен в административный суд. С родителями несовершеннолетних подростков проведена разъяснительная работа. И если выяснится, что ранние школьники не попадали в поле зрения полицейских, сотрудники полиции ограничатся предупреждением. Очередное дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано на улице Казыбек-Би. Здесь столкнулись с Деуджентро и Ладо Приора. По словам очевидцев, Лада ехала по дороге и на скорости врезалась в Деуджентру, припаркованную на обочине дороги. К счастью, в автомашине в момент удара никого не было. Водитель Лада делался легкими ушибами. Сейчас полицейские устанавливают подробные причины этого происшествия. Сотрудники службы пожаротушения, аварийно-спасательных работ, под департамент АПАЧС провели пожарно-тактические учения в здании казахского академико-драматического театра имени Шанина. В отработке действий при пожаре приняли участие 12 единиц спецтехники, шемкенского пожарного гарнизона, 49 офицеров, 54 бойца противопожарной службы, 4 спасателя, кинолог и врачи Центра медицины катастроф. Также вместе с ними взаимодействие отрабатывали полицейские и специалисты коммунальных служб города. В ходе тушения условного пожара несколько десятков работников театра были эвакуированы. При этом были задействованы специалисты газо-дымовой защиты департамента АПАЧС. Пожарно-тактические учения получили высокую оценку руководителей департамента по чрезвычайным ситуациям. Субтитры создавал DimaTorzok